Доброе утро, коллеги! Продолжаем наши с вами встречи утренние с кофе Туи, к сожалению или к счастью, уже скорее всего к счастью. В скором времени мы прекращаем с вами утренние посиделки, будем надеяться, что с 1 июля мы все летим. И времени на чаепитие и кофе у нас будет все меньше, поэтому будьте внимательны к нашим вебинарам последней недели, которые мы можем посвятить время действительно тому, чтобы какие-то подтянуть моменты, какие-то вопросы осветить, обсудить. И буду вам опять сегодня благодарна за активность, если мы с вами будем проводить такой себе интерактив. Вопросы все буду ваши читать и по мере вебинара буду отвечать на них. Скажу сразу, попрошу прощения за шум, который может быть у нас, к сожалению или к счастью, опять же, весь офис уже практически в составе, и в отличие от других операторов, наш офис работал весь карантин. Но так как народу уже больше и в контексте работы мы можем проводить такие вебинары с вами, поэтому шум немножечко может быть слышен и очень надеюсь, что это не помешает нашему вебинару. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня хорошо слышно, и сможем с вами уже начать. Спасибо, вижу, что слышно. Сегодняшний вебинар, да, вот такой интерактивный, я назвала «Актуальные пытания в работе с турами до видновления авиасполучения». О чем мы сегодня с вами постараемся поговорить? О том, что же нужно в первую очередь сейчас делать до того момента, пока действительно вот есть момент отложенного спроса. И уверена, что у вас у всех в скором времени туристы изъявят желание очень быстро и очень срочно куда-то полететь. Все мы знаем, как это летом бывает. И наши туристы смогут так... Вижу, что уже вопросики, да, сейчас давайте озвучим вот те вопросы, которые я хочу осветить, и дальше перейдем уже к вашим вопросам. То есть на сегодняшний день мы с вами проговорим о том, что нужно сделать в первую очередь, что мы можем предложить сейчас, и что нужно закончить до того момента, пока мы с вами не полетели. Смотрю, что первый вопрос, очень актуальная информация. Мы как раз собираемся бронировать Туи, Грецию, Корфу на 16-й, на 7-й, но туристы побаиваются. Отправила запрос по поводу оплаты и не вылета, не дай бог, пока жду ответ. Скажем так, по Турции, по Египту у нас есть задержка с ответами, но что касается европейских направлений, максимально быстро и оперативно отвечаем, поэтому надеюсь, что ждать долго вам не придется. Все вопросы, ответы получите сегодня. Италия-Калабрия на 10-й, 0-7-й, не ясно, что с вылетами, скорее всего, их не будет. Давайте так, по Италии действительно вопрос очень критичный. На данный момент мы не снимаем полетную программу, то есть мы надеемся, что, возможно, будут какие-то рекомендации, и туры смогут состояться в этом году. Но в любом случае вы уже можете написать комментарии в заявке, и в индивидуальном порядке мы рассматриваем каждый случай и смотрим те или иные варианты. Какие последние новости по вылетам на 1-й, 0-7-й? Сегодня Джоин объявил о вылетах. Насколько я знаю, что мы в рядах одних из первых операторов объявляли, Джоин Апп следом за нами объявлял. Поэтому, да, 1-го 07-го мы надеемся. Если вы говорите о Египте, то по Египту пока мы ожидаем информацию. На данный момент можем смело надеяться на Турцию, можем надеяться на ряд европейских стран. И по мере поступления и подтверждения информации мы будем, естественно, ее публиковать. И здесь сразу скажу, что присоединяйтесь к нашим соцсетям, где мы оперативно и часто достаточно публикуем информацию. Будет вылет 1-го 07-го, естественно. Обратите внимание на то, что по Киеву у нас уже абсолютно актуальная полетная программа. То есть все вылеты, которые вы сейчас видите на июль месяц, это все уже достаточно загружено. Буквально по 20 кресел у нас остается на начало июля. И мы сейчас будем смотреть, возможно, те заявки, по которым мы сегодня ожидаем информацию. Это 23 июня по 30 июня вылет. Будем надеяться на то, что эти туристы также изъявят желание на ближайшие рейсы пересесть. Официально по чартерам турец... Смотрите, у нас официально чартерные рейсы подписаны уже достаточно давно. Они у нас ждут вылета туристов и ждут разрешения со стороны государства. То есть на данный момент у нас заявлена программа, отменять которую на данный момент мы не видим. Не со стороны государства, да, решений, не с нашей стороны. То есть мы готовимся абсолютно усиленно. Хочу сказать пару слов о том, чем же вы все-таки можете еще заниматься, да, пока если у вас уже все туристы пересажены. Если пока новые туристы ждут, как у нас обычно происходит, то есть сосед полетел, у него все в порядке, значит, все остальные могут лететь. Так, к комментариям вернусь немножечко позже. Хорошо, сейчас скажу пару слов о том, что у нас на данный момент есть. И те туристы, которые все-таки хотят уже готовы бронироваться, что мы можем сейчас предлагать? Обращаю ваше внимание на то, что, да, вот то, чего раньше не было, и коронавирус позволил нам заняться вплотную этим направлением, это, конечно же, Украина. Хочу сразу заметить, да, для тех агентов, возможно, которые недавно в туризме, Украина ни в коем случае не может стать альтернативой ни Турции, ни Греции, ни другим направлениям, по которым мы с вами давно уже работаем. Украина – это способ познакомиться с нашей любимой страной и открыть для себя еще дополнительные места отдыха в Украине. То есть ни в коем случае я вам не рекомендовала бы пересаживать повально туристов с Турции на Украину сейчас, потому что кто-то боится. То есть как по практике происходит, все туристы, которые боятся, в первую неделю возвращения туристов уже с отдыха и рассказов, как же там прекрасно встречают, ждут, и ничего страшного такого нет, как нам казалось, все туристы вдруг вспоминают, что да не так уж и страшно нам всем, поэтому летим и давайте вот срочно нас с октября, куда нас перебронировали, посадите нас на июль. Вот в таких ситуациях рекомендуем всегда не спешить. То есть каждому туристу все мы подвержены страхам каким-либо, и туристы, соответственно, не владея полной информацией, а на данный момент у нас в стране никто и в мире, наверное, не владеет полной информацией до конца, всегда принимают решения, о которых потом могут жалеть. Поэтому не спешим, ждем. И по Украине, что могу сказать, это то, что у нас уникальная ценовая политика, потому как мы не работаем ни с одним из посредников в Украине, наша цена в онлайне соответствует стойке цены в отеле. То есть плюс комиссия ваша, то есть разница в том, что когда турист приезжает в отель, он платит средства за номер, и эту же цену вы можете предложить туристам, получая свою комиссию. При этом вы можете предложить туристам и страховку, и трансферы. Мы предлагаем трансферы в пакете тура, вы можете добавить сразу трансфер. Есть у нас полетная программа в Одессу и во Львов из Киева, поэтому также вы можете пакетные туры с авиаперелетом уже бронировать. И можем предложить даже экскурсионное обслуживание. То есть у нас по многим отелям есть партнеры, которые готовы обеспечить индивидуальные экскурсии, достаточно лояльные по ценовой политике, с профессиональными китами. И, скажем так, это тот продукт, который мы хотим качественно предлагать на нашем рынке. Не забываем о том, что есть у нас раннее бронирование, и будем надеяться, что уже ослабевает количество зараженных у нас больше. Будем говорить так, что больше людей проходят тестирование, но смертность уже ниже. Это очень радует. То есть тенденции к тому, что либо вирус уже привык к нам, а мы к нему, либо он немножечко уже теряет свои способности. И, конечно же, то объявление, которое мы с вами уже озвучили... Так, вижу, что не было звука. Есть звук? Со звуком все отлично. Хорошо. С 1 июля в ряд стран мы уже заявили перелеты. Перелеты, да, но вот первое, что хотели бы в первую очередь, да, мы с вами озвучивать, это, конечно же, Турция. Мы все очень ждали. Скажу по себе, человек, который равнодушен обычно к Турции, даже мне очень-очень хочется в Турцию. Поэтому будем надеяться, что первые наши туристы приедут со счастливыми отзывами, и это станет хорошим примером для остальных туристов. Так, быстренько пройдусь по вопросам. Так, по официальной информации давайте все-таки будем ее ждать. То есть, как мы знаем, в нашей стране очень сложно получить информацию официально, поэтому... не из телевизора, да, поэтому давайте вот в этом плане будем все-таки ждать официальную информацию, которая обязательно будет у нас на сайте, либо в соцсетях транслироваться. Вопросы. Так, так, так. Так, 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 так. Все равно нет. Я смотрю, что у кого-то есть проблемы со звуком. Ну, я так понимаю, что если в большей части нет этой проблемы, значит, она какая-то точечная. Все, хорошо, все. Спасибо вам за обратную связь. Следующий момент, да, вот что вам необходимо сейчас делать. Если у вас еще остались туры, которые не перебронированы, я имею в виду туры, которые были с вылетом до 22 июня, начиная с 13, да, с 14 марта, когда мы начали объявлять об остановке полетной программы в связи с рекомендациями правительства Украины. Что сейчас я вам рекомендую сделать? Ну, в первую очередь, думаю, что у вас у всех есть аннулированные какие-то заявки. Те, у кого их нет, прекрасно. Вы сэкономили себе нервную систему. Вы удержали туристов. И сейчас будет вам достаточно легко войти в нормальный режим работы, так как туристы все это время оставались с вами. Если же у вас есть аннулированные заявки, это говорит о том, что, по сути, вы теряете туриста. И в первую очередь, что бы мы рекомендовали сейчас вам сделать, это просмотреть все аннулированные заявки, по которым еще не состоялись возвраты, и предложить туристам те варианты, которые у нас на сайте опубликованы. В первую очередь, что мы предлагаем? В большинстве случаев мы предлагаем даже на аннулированные заявки восстановление по тем заявкам, где нет, не осуществлен еще возврат. То есть мы можем восстановить заявку с переносом дат согласно нашим условиям, которые опубликованы на сайте. Не поленитесь, уточните, переуточните у своих туристов. Возможно, они подумали, подождали, сейчас уже все не так страшно, и, возможно, желание все-таки полететь в тур у них возобновилось. То есть в таком случае мы можем возобновить заявку, перенести на следующий год ее, либо же перенести на те даты, которые в наших табличках указаны. И второй момент – те туры, которые у вас еще не перебронированы, то есть туристы думают, что же им делать. То есть, конечно же, приятный, лояльный, комфортный вариант – это депонирование. Все заявки, абсолютно без исключений, которые у нас попадают до 22.06, мы сохраняем оплату туристов с фиксацией курса. То есть никаких рисков у туристов нет. Есть преимущество в том, что… И, кстати, опять же, аннулированные заявки, которые были у вас в любой момент, в любой момент до сегодняшнего дня аннулированы, и вылет попадал по 22.06, вы также можете сделать депонирование. То есть разница в чем? Что, как мы с вами будем реалистами, быстро возвраты не могут осуществиться, просто потому, как количество их достаточно огромное, и даже физическая обработка этих возвратов занимает достаточно много времени. Что происходит в этот момент? То есть курс повышается, падает, прыгает, да, то есть, но покупательная способность этих средств, она уже не та, которая была при оплате тура. То есть мы предлагаем туристам сделать депонирование средств, которая, опять же, даже для аннулированных заявок будет с сохранением курса, который и оплату туристы смогут применить на любые другие туры без ограничения. То есть если мы говорим о Турции и Египте, то мы не ставим ограничений по стране, да, то есть кроме TUI Premium там есть ограничения. Опять же, карантинные даты даже TUI Premium снимают заявки и позволяют пребронироваться на любое другое направление. Это очень удобно и это, наверное, самый оптимальный способ сохранить средства туристов и все-таки вам сохранить туристов. Опять же, возвращаясь к аннулированным заявкам, нужно понимать, что вот весь тот период, который туристы ожидают возврата средств, да, к сожалению, не так, скажем так, не все зависит от нас, да, есть определенная схема возвратов, поэтому это все равно время. Так вот, вот весь этот период, да, турист получает осадочек вместо того, чтобы получать информацию какую-то от вас или возможность воспользоваться своими деньгами. Потому что если турист депонируется, да, он остается с вами в хороших отношениях, у него нет того самого осадка, да, и, опять же, аннулировавшись, аннулировав тур, вряд ли этот турист уже придет к вам. Скорее всего, он не закончит путешествовать, но пойдет уже в другое агентство, так как с вами, да, или с нами у него будет связана уже какая-то ассоциация. Потому что все заявки, которые можно восстановить или депонировать, мы рекомендуем вам, так же, как и мы хотим сохранить ваших туристов, рекомендуем вам сделать все возможное, чтобы и вы остались с туристами и завтра, и послезавтра, и через год. Касательно еще одного вопроса, да, это есть ряд отелей. Вы можете у нас на сайте проверить статус готовности отелей, статус получения сертификатов. Эту информацию также мы обновляем, думаю, что вот чем ближе вылеты, тем больше информации мы будем получать, так как все отели, как я уже в прошлом вебинаре говорила, ожидают финальный, да, вердикт, какие страны и когда начинают летать, потому как запустить отель – это мероприятие дорогостоящее, и для 20 туристов из одной страны, конечно же, отели открываться не будут. Так вот, если вы видите, что статус готовности или открытия дата не соответствует вашему туру, а туристы готовы лететь, да, там в начале месяца, но отель еще не открыт, абсолютно без штрафов мы можем вам перебронировать на отель, который откроется раньше. Еще одна такая рекомендация, да, конечно же, у каждого оператора есть свои базовые, есть свои эксклюзивные отели, есть отели, с которыми более лояльные отношения. Такие же отели есть у нас. Как вы знаете, сегодня у нас, кстати, будет интересный вебинар на тему отелей TUI Blue, которые являются нашими эксклюзивами и, собственно, да, частью TUI Group. Также у нас много проходит вебинаров с сетью Rixos, с которыми мы также очень дружим, и, как, думаю, вы уже знаете, в этом году у нас есть эксклюзивный отель Rixos Beldiby. И, конечно же, те отели, которые являются для нас приоритетными, это отели с нашими концепциями, Smartphone & Sun, Daintonite Connected. Так вот, конечно же, в этих отелях максимально вероятно в этом году ситуация, когда мы сможем и лояльно относиться, да, и к туристам, и к агентствам, то есть и комиссию сможем регулировать в течение сезона, и больше контакта с персоналом, да, то есть все мы будем переживать за наших туристов, и, естественно, сделаем максимально все возможное для того, чтобы наши туристы почувствовали заботу именно уже на местах. Так вот, многие отели, да, смотрю, что вопросы по Корфу, к сожалению, на Корфу есть отели, которые не открываются, да, вот есть моменты по Европе, в Европе много отелей, в этом году хотя бы быть без туристов. Так, тест на COVID, смотрите, давайте вот вся информация, которая касается правил пересечения границ, ее нет сейчас ни у кого. Актуальную мы ждем, естественно, до момента вылета наших туристов вся эта информация будет, но, опять же, если будут какие-то жесткие меры, мы будем максимально способствовать тому, чтобы наши туристы ни финансово, ни физически, да, не страдали никак от тех мер, которые могут быть введены на данный момент, пока мы говорим о слухах и о той информации, которая работает для регулярных рейсов, это первое, и та информация, которая работает до момента вылета первых чартерных рейсов. Сейчас ни государство, ни отели, ни принимающие офисы, да, ни операторы не могут взять на себя ответственность и рекомендовать какие-либо действия касательно возвращения туристов с той или иной страны. Мы видим рекомендации, которые, да, вот зеленый сектор и так далее. То есть на данный момент Турция кажется нам, да, максимально безопасным направлением, поэтому будем надеяться, что и те меры, которыми может обязать нас наше государство, будут максимально способствовать тому, чтобы все-таки летний сезон наши туристы проводили в тех странах, которые забронировали. Опять же, да, за чей счет будет тест и так далее, вся эта информация обсуждается на данный момент, и точную информацию вам не даст еще пока никто. Интересные зонтики на картинке. Картинка у нас сегодня будет другая на сайте, но, да, вот мы говорим о том, что максимально индивидуальное обслуживание в этом году в наших отелях, максимально индивидуальный сервис, да, максимально безопасное расстояние, то есть все это, конечно же, в наших отелях будет соблюдаться, иначе отели функционировать просто не будут. Что еще хотела сказать? Ну, в принципе, думаю, что вот как раз время последних, да, недель до 1 июля, будем надеяться, что вы наведете порядок в своих заявках, мы сможем оперативно решить все вопросы по заявкам, так как боюсь, что с 1 июля и у вас, и у нас уже просто не возникнет того количества времени, которое может нам позволить долго заниматься, да, заявками, которые, к сожалению, не смогли вылететь в период карантина, в период действия коронавируса, да, ограничений, связанных с коронавирусом. Напомню, да, что наши заявочки, ваши заявочки, если вы хотите перебронировать отель, то есть сейчас на нашей отеле, те, которые, да, я перечисляла, это и Мэджики, и наши концепции, это и Украина, и Риксосы, у нас достаточно лояльные цены, то есть если вы видите, что у вас забронирован отель, и вы хотите даже по цене онлайна перебронировать карантинные заявки, пожалуйста, присылайте нам запросы, мы будем способствовать тому, чтобы туристы действительно получили в этом году максимально то, что хотели. Касательно вылетов с 1 июля, пожалуйста, предупреждайте туристов о том, что так, в связи с тем, что полетная программа у нас уже запущена, отмены рейсов, да, они теперь у нас уже со штрафом, поэтому будьте внимательны, все июльские заявки, те, кто перенес успел, пожалуйста, те, кто не переносились, если у туристов есть какие-то фактические доказательства того, что туристы лететь не могут в забронированные даты, в стандартном порядке вы присылаете нам подтверждение этой информации, и мы будем стараться максимально лояльно, конечно же, опять же, каждую ситуацию рассматривать. Так, отель Дейнт Найт Коннектед Сизон не будет работать по концепции Дейнт Найт в этом году, клиенты в таком случае не хотят лететь на Кипр и хотят перебронировать на Турцию на те же даты, менеджеры не отвечают. Касательно концепции в Европе, да, я уже говорила, что скорее в этом году отели откроются в Европе без концепции, но опять же, пока все ждут фактическую информацию от стран, подсчитывая, да, насколько целесообразно запускать концепцию, то, как вы понимаете, что Украина не так многочисленна для того, чтобы закрывать целые отели, а рынок у нас СНГ подразумевает, поэтому здесь возможны изменения, любой отель, да, собственно, имеет право изменить концепцию. Касательно того, что если туристы не хотят, да, лететь без концепции в какой-либо отель, вы можете написать запрос на почту div-product-sobachka.tui.ua, и я лично максимально приложу усилия, да, для того, чтобы ваши туристы остались довольны, то есть готовы рассматривать разные ситуации. То есть здесь два момента, да, можете в заявке прописывать на отдел продаж, консультации, либо можете писать на почту, на почту это будет оперативнее, div-product-sobachka.tui.ua. Так, многие туристы хотят лететь, но эта неопределенность все тормозит. Смотрите, мы все помним, да, вот первые числа с 13 по 17 марта, когда наши туристы летели. Ни один турист не остался без внимания, всех туристов компания Tui своих вернула, и уверяю вас, что для нас запустить страну, в которой мы не уверены, да, что наши туристы будут в безопасности, это достаточно дорогостоящие мероприятия, и лететь туда, где, скажем так, мы будем терять снова и снова, мы, наверное, имеем возможность отказываться от таких предложений, потому сейчас остро стоит вопрос, да, в информации, но эта информация, она для нас всех. Я думаю, что как только полетят первые рейсы, все поймут, что на самом деле, да, вопрос был в том, кто возьмет на себя ответственность. И здесь, к сожалению, можем долго разговаривать, но так, я вижу, что какие-то вопросы, я на что-то не ответил, так, акция по раннему бронированию Турции при переносе тура на другие даты будут учитываться. Смотрите, у нас есть возможность переноса, переноса даты тура. Если вы это делаете без изменения стоимости тура, то у вас абсолютно все акции, которые были в туре, они все переносятся автоматически, то есть, по сути, у вас меняется только дата тура. Все остальное, оплата акций примененной, они остаются без изменения. Поэтому, если вы бронируете по цене онлайна, тогда, к сожалению, нужно понимать, что зачастую по цене онлайна вы перебронируете, если отель не входит в тот перечень, который можно переносить, либо если вы нашли цену дешевле. Так вот, в таком случае вы переносите по онлайну и используете ту комиссию, которая на данный момент актуальна. Не может быть в июне СПО просчитано с теми условиями, которые были в декабре. Поэтому сохранять в таком случае комиссию не всегда удается, но, опять же, вы можете запрашивать. По мере возможности мы стараемся подтверждать более чем лояльно. Поэтому думаю, что те агенты, которые идут с нами на контакт, они получают то, что хотят. Те агенты, которые просто либо недочитывают информацию, либо ленятся написать лишний раз комментарий, конечно, злятся и думают, что компания Туинь не очень лояльна к нашим туристам. Так, дублирую вопрос. Марина, что будет с туристами в Греции? Если Украина перейдет в красную зону и придется сидеть в Греции на изоляции две недели? Во-первых, у туристов включена страховка. Почему в Греции? Я думаю, что это всех стран. Касается, то есть процедуру для таких моментов также мы сейчас разрабатываем. Кроме того, что существует страховка, опять же, ни один турист нами не брошен. Все туристы, которые у нас в Египте оставались, на данный момент у нас нет, скажем так, фактической ситуации, где мы могли бы с вами проверить, как же действует оператор. Единственное, на чем мы можем проверить, это то, как работала данная система в Египте. В Египте все туристы, которые ожидали своих рейсов, то есть мы старались их вывести в сроки, но ни один турист не, скажем так, был подвержен финансовым каким-то затратам, и все туристы возвращались максимально в сроки и с выполнением тех обязательств, которые мы на себя берем. Также, я думаю, будет из Греции, в Греции изоляция две недели. Давайте так, смотрите, если действительно подтвердятся вот эти вот жесткие меры, то будет дополнительная информация к турам, и тогда уже сейчас вот опять же, да, я не могу взять на себя ответственность, потому как на данный момент это всего лишь слухи, и каждое решение официальное, оно обсуждается на уровне принимающих сторон, оно обсуждается на уровне руководства оператора, оно обсуждается на уровне возможностей страховой компании. Поэтому давайте не будем все-таки забегать вперед. Понимаю, что есть вопросы у туристов, но, к сожалению, если бы мы на все могли ответить сразу, то, думаю, что уже бы с вами работали давным-давно, да, но, к сожалению, у нас ставят в такие условия. Так, еще вопросы. Готовы бронировать тур на 1 июля, но есть, но если отель не готов принимать туристов? Если отель не будет работать, будет замена отеля без доплат? Конечно, коллеги, то, о чем я говорила, да, вы можете, в принципе, если отель не открывается, вы можете уже писать комментарий, просим предложить варианты, да, то есть, опять же, обращаю ваше внимание на то, что наши цены на наши базовые отели достаточно снижены. И по многим отелям, вот сейчас мы делаем выборку и смотрим, где, в принципе, да, можно предложить туристам, так как иногда агенты, вот для чего я говорю, что вам стоит, да, сейчас уже начинать работать и готовиться к первым вылетам, потому как многие агенты не замечают, например, что у них забронирована четверка, которая не открывается, а сейчас пятерка, да, на первой линии, и отель заведомо лучше, стоит денег меньше. Поэтому вот такие вот моменты вы можете все просмотреть. Если у вас отель не из таблички и переносить его, да, то есть можно заменить, тогда лучше рассмотреть альтернативы. Если сами не находите, пишите нам, мы предложим и рассмотрим максимально все, что можем. Так, если... так, так, так... Скажите, пожалуйста, где можно проверить статус отеля у вас на сайте. Возвращаясь на предыдущий слайд, «Туречи нас ту и сертификация здорового туризма». Пожалуйста, кликайте на этот баннер, и вы увидите статус готовности отеля, да, то есть дата его открытия, а также есть там еще колонка о наличии сертификата. Ну, вот все больше и больше отелей уже, да, и в Египте, и в Турции. Пока вот мы по Турции публикуем, по Египту действительно много отелей уже получилось, сертификаты, но так как мы еще не заявляем о полетной программе, то эту информацию не публикуем. Под запрос индивидуально также можете ее запрашивать. Так, то есть статус отелей, пожалуйста, на баннер кликайте, и вы увидите. Так, есть ли остаток оплаты по Туре до 23.06? Здесь зависит от даты вылета вашего тура, да, то есть опять же все заявки, которые у нас летят с 1 июля, здесь уже стандартные условия работают. Пожалуйста, сроки оплаты их никто уже не отменяет, и максимально просим подтянуть, да, эти оплаты. Другой момент, что если у вас туристы должны были вылететь там 30 июня, да, вот по таким заявкам мы до момента, пока будет определено, что же делаем с этими заявками, а это должно произойти у нас сегодня, по таким заявкам мы допускаем, да, там, отсрочку небольшую платежа, но единственное, что если туристы готовы лететь в первые даты, то так или иначе вопрос будет пару дней, да, то есть все равно сроки оплаты, они будут наступать уже ближайшие. Но в любом случае все вопросы по поводу оплат вы можете писать на контроль оплат, и также у нас уже очередь комментариев контроля оплат ниже, снижена, поэтому стараемся отвечать более оперативно. Так, туристы летят в Даламан 3 июля, назад 12 июля будет ли замена рейсов? А по Даламану будет еще актуализация, скорее всего, рейсов, поэтому всю информацию, пожалуйста, смотрите в обновлениях в ваших заявках, то есть все сообщения вы будете получать. Если у вас рейс меняется, конечно же, туристы об этом узнают. Так, готовы бронировать Рода Бич Резорт, готов встречать туристов? Звук появился. Да, смотрите, Рода Бич, прекрасный отель, да, это наш эксклюзив. По нему, пожалуйста, если у вас дата 16.07, напишите в заявочке, и максимально оперативно мы ответим, то есть с греками у нас тесные контакты, и очень быстро они отвечают, думаю, что сегодня вам ответят. То есть я постараюсь узнать информацию, да, но сейчас уже вам не сообщу, то есть для этого требуется время, то есть лучший способ – пишите в заявочке. Готовы бронировать, так, это все тот же вопрос. Ну, коллеги, думаю, что вопросов у нас еще много и много, поэтому пока есть время, мы еще с вами сможем оперативно связываться и задавать друг другу вопросы, отвечать на них. По мере поступления, опять же, свежей информации мы будем с вами не делиться. На данный момент делимся информацией в Телеграм-канале, в канале Facebook, да, у нас есть две группы, то и Kitchen, то и Team, там мы также публикуем информацию касательно въезда в стран, правил и так далее, то есть эта информация в той мере, в которой она нам доступна, она публикуется. По оплате на 16.07 условия, где можно посмотреть все условия оплаты, вы можете смотреть, во-первых, у вас в заявке есть сообщение при подтверждении, и есть даты аннуляции, то есть штрафы по аннуляциям. По условиям оплаты вы можете посмотреть информацию на нашей главной страничке, в разделе «Сотрудничество» у нас есть правила оплаты и аннуляции туров, где есть очень удобная таблица, вы выставляете страну и смотрите, какой период у вас бронирования, да, то есть это зимний период, летний период, GDS-туры с перелетом, без перелета, там все очень подробно расписано. Прорвемся, очень хороший настрой. Желаем, чтобы действительно мы все с вами настроились на позитив, и уверена, что действительно вот первая неделя возобновления авиасообщения, она даст нам такой поток туристов, о котором мы с вами последние пару месяцев, тех туристов, которые идут не перебронироваться, а те туристы, которые идут за турами. Всем вам этого желаю. Ждем ваших комментариев о тех заявочках, которые уже попали, да, в карантинные даты. Возобновляйте работу по этим заявкам, и до 1 июля мы с вами должны уже закончить абсолютно со всеми заявками, которые еще не определены. Хорошего вам дня, и ждем вас в 14.00 на встрече с нашей прекрасной Натальей, которая расскажет об отелях Ту и Блу, о том, как Ту и Блу готовятся к приему гостей. Спасибо всем за внимание и хорошего продуктивного дня. Спасибо. 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 Спасибо.